В эфире рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследуют из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лилинкова. Посмотреть и послушать обсуждения можно на сайте Радио Свобода и на телеканале Настоящее Время. В этом выпуске мы поговорим про народ, про то, какая общность подразумевается под этим словом сегодня и какова его роль в управлении страной. Недавно в Москве в библиотеке иностранной литературы прошла выставка народов власти. И точку зрения художника на этот счет мы обсудим во второй части программы. Начнем же с понятий политических. В московской студии социолог, член российского социалистического движения Олег Журавлев и журналист Антон Красовский. Ну вот мой первый вопрос коллегу, потому что цель РСД ставится как создание массовой левой партии, переход политической власти в руки трудящихся. Вот у меня к вам вопрос. Под этими трудящимися массами что вы подразумеваете? Вот уже что сто лет назад или вы понимаете, что это что-то новое и вообще думаете ли про это? Сто лет назад левые апеллировали в основном к индустриальным промышленным рабочим. Сегодня наемные работники составляют, как и прежде, довольно большую часть общества, но это не только рабочие промышленные. Это и офисные работники, это, кстати, и занятые в новых креативных индустриях так называемых. То есть и все они трудящиеся, да? Они трудящиеся, потому что они продают свой труд за деньги. Предполагается, что они угнетаемые или нет? Или это уже ушло, это по-другому? Хотя вот что-то там в манифесте про это есть. Предполагается и не только предполагается, но, конечно, они угнетаются. И, например, в западной литературе очень много исследований про то, какие новые техники эксплуатации и угнетения изобретают новые формы капитализма. Спасибо. Антон, ну вот смотрите, вот такая ситуация нынешняя, да? Оказывается, теперь угнетаемые массы, так, угнетаемый народ, это вот практически, я так думаю, что большинство тех, кто вообще просто работает. Вы что-то про это знаете? Ну, я про это ничего не знаю или знаю, совершенно неважно. Если говорить про будущее, мне хотелось бы, чтобы к власти пришли умные люди, а не угнетаемые и не угнетенные, да? Я считаю, что трудовыми массами являются абсолютно все. В России уж точно власть вышла из народа, является плоть от плоти этого самого народа. И уж точно она трудовая масса, да? В отличие, например, от меня, какой-нибудь министр внутренних дел или даже министр образования, они точно угнетенные слои. Вопрос, наверное, не в этом, да, как мне кажется, должен быть, а вопрос в том, что вообще в России отсутствует понятие класса, потому что Россия, страна глубоко деклассированная. Произошло это именно благодаря тому, что когда-то угнетенные массы пришли здесь к власти. Первое, что они сделали, они уничтожили самих себя, как класс, да? По поводу угнетенного, это, конечно, интересно, но мы вернемся все-таки к самому понятию народ, как оно может быть. Мне кажется, что есть всегда некое противопоставление, это народ и олигархия, или какая-то автократия. Мы спросили у студентов-политологов, высшей школы экономики, вот как они это понимают, во всяком случае, они про это думают, и они учатся на политологов. Довольно-таки сложно просто так выделить слово «народ», потому что, с одной стороны, это можно подумать как толпа, да, а с другой стороны, это, по сути, все наше общество. Народ это же, как эмпирически его не существует, то есть народ это что-то собирательное, нация, народ, это можно жонглировать в политике и где угодно, в СМИ, все эти вопросы общественного мнения. Я не могу ответить на вопрос, что такое народ, это вопрос слишком сложный даже для студента-политолога. С моей точки зрения, народ — это люди, для которых, в принципе, воспроизводится власть, для которых существуют политические институты. Это масса, это люди, индивиды, которые составляют в целом, как бы, государство. А если говорить в контексте нашей страны, то народ, скорее всего, это люди, действительно, те, которые участвуют в каких-то митинговых, демонстрациях, которые выступают на улице, потому что остальных людей, как правило, мы не видим. Я, наверное, считаю себя частью народа, поскольку я ходила на монстрации, митинги, и я участвую в политической жизни страны каким-то образом. Для меня народ — это все граждане страны, не только политически активные, но и те, которые, в принципе, в политическом процессе не участвуют. Они, тем не менее, имеют какие-то свои предпочтения, даже если они их не высказывают прямо. Ну, хочу спросить, да, вот, Олег, есть у вас какие-то по этой фокус-группе комментарии? Вы, как бы, ваши представления о народе и ожидания от молодых людей, как они себе это представляют, совпадают? Ну, мне вот понравились слова студентки, которая говорила о том, что она ходит на митинги, на монстрации, и поэтому она принадлежит к народу. Действительно, народ — это не то, что существует само по себе в реальности, в объективе. Народ — это некоторое имя, да, это некоторая категория, которая нацелена на мобилизацию, скажем так, большинства. И действительно, мы, если посмотрим на протестные движения 11-го, 12-го, 13-го годов по всему миру, это Якупай Уолл-стрит в Америке и Индигнадос в Испании, и движения — это честные выборы наши. Там очень разные люди, которые работают в разных секторах экономики, тем не менее пытались апеллировать к фигуре народа или большинства, понимаемого как непривилегированная, безвластная или экономически непривилегированная категория людей, противостоящая власти. В этом понимании народ действительно до сих пор довольно актуальная категория политического словаря. Понятно, что народ подразумевается большинство, но я воспользовалась последними исследованиями Левада-центра, чтобы как-то характеризовать его. Большинство граждан Российской Федерации, 84%, считает, что российская армия способна защитить в случае реальной военной угрозы. А 18% уверены в том, что 18% только думают о том, что нужно доверять российским врачам. Два таких полюса. То есть, с одной стороны тебя защитят, с другой стороны могут угробить. 83% из опрошенных гордятся победой Великой Отечественной войны, но больше половины стадятся вечной бедности и неустроенности. Ну вот тоже такая как бы история. Ну и кроме того, большинство российских мужчин, это вот по событиям последним, против того, чтобы президентом страны стал женщинам. Чуть меньше половины опрошенных знает, кто такой Навальный, причем уважение он вызывает у 3%. Зато вот недавно одобрение политики Иосифа Сталина достигло исторического своего максимума за 16 лет. Очень правильно вы начали с того, что русские, они вообще точно уверены, что их соотечественник их непосредственно убьет. Поэтому здесь все уверены, что армия их защитит, то есть люди умеют убивать. И точно знают, что врачи их не спасут, что врачи их тоже убьют. Да, вообще, так сказать, вот эта карательная составляющая русского менталитета, она очень сильна. И карательная составляющая вот этой борьбы с коррупцией, она тоже очень сильна. Если вы посмотрите, например, на последнее заявление Алексея Навального, на главного борца с коррупцией с точки зрения либеральной общественности, он переходит вот ровно на эту сторону, так сказать, сталинизма, пытаясь поддержать кандидата от коммунистов. Ведь он его поддерживает не потому, что кандидат от коммунистов, который должен якобы пойти от бессмысленной мальчика Лычков в московские выборы, а потому, что он пытается присоединиться к вот этому тренду большинства, к тренду накарательности, к этой потребности расстреливать. Вот мы, с одной стороны, вместе сказали, что русские не поддерживают массовых расстрелов и массовых репрессий. А с другой стороны, мы этого не знаем. Мы никогда не жили в период массовых репрессий. И мы не понимаем, как в действительности поведет себя население, если вдруг массовые репрессии начнутся. Но практика, опять же, нашей российской жизни показывает, что население не будет протестовать. Что население борется не с массовыми репрессиями, а население борется, например, с голодом. Это является таким важным триггером для революционной борьбы. А вот то, что у тебя соседа поволокут в ранке бутырку, это никого совершенно не заставит выйти на улицу. Наоборот, скорее спровоцирует занять соседскую квартиру. Поэтому здесь Навальный, скажем, играет на вот этой стороне сталинизма. И, возможно, он даже делает правильно. Вернее, так. Он, конечно, делает неправильно, потому что у Навального, как правильно заметили, маленькая узнаваемость и совсем ничтожная поддержка. И вот она поддержка-то у него как раз внутри тех людей, которые ненавидят вот эту другую часть, огромную часть общества, которая поддерживает Сталина. Поэтому пытаться сейчас прыгнуть на параллельную совершенно, параллельную площадочку просто неправильно. Он слишком маленький для того, чтобы пытаться эксплуатировать чужую тему. Любопытно другое. Политолог Марк Урнов, это тоже высшая школа экономики, он немножко нам рассказал про то, как выстраивается как раз эта общественная платформа, которая может послужить в том числе к этим выборам. Сегодняшнее наше общество очень атомизировано в том смысле, что, скажем, уровень недоверия людей друг к другу и к социальным институтам, и к активным коллективным действиям значительно выше, я имею в виду, недоверия, чем, скажем, в Соединенных Штатах, в развитых европейских странах. Ну, это такое последствие, на самом деле, коммунистического периода, когда просто абсолютно сознательно разрушались все горизонтальные связи между людьми, и у нас при всей его атомарности общество очень однородно. Нету существенной, скажем, разницы между позициями, скажем, рабочего класса и то, что мы можем называть там средний класс. Мы интервьюировали большими глубинными интервью депутатов Государственной Думы и московских бомжей. Одна и та же программа, одни и те же вопросы. Вот когда получили распечатки, то вышло, что нельзя отличить, где кто. Мы очень, в смысле ценностей и представлений, очень однородное общество. Значительно более однородное, чем, скажем, страны Восточной Европы, чем Западная Европа, чем Соединенные Штаты. Это тоже последствия, на самом деле, тоталитарного строя. Подавляющее большинство населения страны сегодня, ну, вот, в подданнической культуре находится. Отсюда такая популярность лидера, отсюда потребность в том, чтобы его был отец нации. В Москве есть очень тонкая прослойка, которая действительно существенно отличается по политической культуре от всех остальных представителей там разных слоев, городов. Ну, это вот видно, скажем, по тому, когда начинаются какие-то протестные выступления, когда идут там демонстрации в память Бори Немцова и так далее. В Питере Москва дает максимум, в Питере уже значительно меньше, а дальше одиночная. Реальная демократия, мы еще дойдем до этого, мы никуда от этого не денемся. Но просто это очень долгий и очень мучительный путь. Нужно, как в политологии говорится, чтобы элита верила в демократический миф, чтобы она уважала мнение каждого отдельного избирателя не только по прагматическим соображениям, но и по соображениям этическим. У нас с этим тоже не очень случайно. Вопросы Олегу. Собственно говоря, российское социалистическое движение, то есть идея, что надо как-то все поменять. Вот каким образом власти делегировать, кому и как, как это себе представлять, то, что называется власть народу, как это звучало когда-то? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что я категорически не согласен, конечно, с Урновым. Безусловно, российское общество деполитизированное. И самосознание социальных групп не очень сильно развито. Но, во-первых, это не значит, что его нет вообще. Мы видим, как самые простые люди в самых разных регионах, пусть не массово, но самоорганизуются в локальные протесты, в локальные кампании, отстаивают свои интересы. Мы видим, как профсоюзное движение возрождается в последние 10 лет в России. Да, мы видим итальянские забастовки врачей и учителей. И уж, конечно, эта атомизация не следствие тоталитарного периода. Помимо того, что советское общество — это результат революции, да, Хрущев во время оттепеля была массовая мобилизация горизонтальных связей, потом была перестройка. Во многом вот эта атомизация — это последствия шоковых реформ 90-х, расстрела парламента в 93-м году. Когда ты просто думаешь о выживании, у тебя уже не хватает ни времени, ни сил на самоорганизацию. Что касается того, как передать власть народу, то помимо выборов есть очень много способов. Это и самоорганизация по территориальному признаку. И локальные активисты, которыми наша группа лаборатория публичной социологии занимается, это как раз успешный пример того, как люди самоорганизуются на местах, защищая свои районы от вырубки парков, от сноса домов. Есть советы, которые были свойственны всем революциям, и американской, и русской. Это самоорганизация и по территориальному, и по профессиональному признаку. Это, конечно, большой вопрос, как это осуществить технологически, но в принципе идея советов, идея самоорганизации на местах и такой сквозной демократии сверху донизу остается актуальной и дополняющий плебисит выборы, референдумы, то, что мы наблюдаем в либеральных демократиях. Это значит вся власть советов. Антон, а вам, как кажется, может быть это опасная история, действительно доверять власть советам и дальше через эти советы? Собственно говоря, что имеем? Во-первых, мы этого не имеем. В России как раз страна чудовища. Я, во-первых, согласен с Олегом по поводу того, что отсутствие горизонтальных связей – это последствия 90-х годов, конечно, никакого не совка. Это просто люди старшего поколения, они продолжают жить в своих молодых годах. Советский Союз совершенно не при чем. Советский Союз – это страна, в которой как раз горизонтальные связи были очень сильны. А в России 90-х годов они как раз исчезли. Именно поэтому человек, ездящий здесь на «Жигулях», отличается с точки зрения большинства абсолютно людей в Российской Федерации от человека, который ездит на 500-ом «Мерседесе» просто по своим правам. И я знаю много вполне себе либеральных людей. Например, недавно мой товарищ мне рассказывал, что у него больше прав высказывать свое недовольство по поводу реконструкции Москвы, потому что он платит больше налогов. Что, конечно, абсолютная чушь. И вот именно это и есть глобальное чудовищное непонимание равноправия, а во-вторых, того, что есть на самом деле более-менее человекообразный капитализм, которого в России нет и никогда не было. Никаких советов в России нет, никакого самоуправления в России не существует. И на самом деле никакого плебисцита в России нет, никогда не было. Ну, может быть, и не надо. Вот Урнов сказал, что и бомжи, и депутаты, они отвечают примерно одинаково. Послушайте, они отвечают примерно одинаково на вопросы Марка Урнова. Возможно, у бомжей и у депутатов есть какие-то другие вопросы, на которые они хотели бы ответить. И у них совершенно точно разная жизнь и другие представления о том, как эта жизнь должна развиваться. Но я еще раз говорю, глобально о том, что русское общество очень однородно, я с этим согласен, я про это и говорил, что в России за счет столетия уничтожались классы. Поэтому глобально в действительности страной правят бомжи, а в бомжи попадают из Кремля. И вот это такое перетекание одного в другое, оно очень характерно для и советской России, и России нынешней. Дело не в этом, вопрос в том, как это будет. Мы сейчас говорим про плебисцит, про представительскую власть и так далее. Но вообще-то говоря, не надо забывать, что представительские органы власти – это ведь тоже атовизм. Это атовизм отсутствия возможности прямой демократии. То есть, когда прямая демократия исчезла, когда народу стало слишком много для прямого регулярного волеизъявления, но при этом технологии еще не развились настолько, чтобы это прямое регулярное волеизъявление совершалось большим количеством народа. Но вот эти технологии развились. Мы с вами ежедневно можем принимать участие в любом голосовании в бесконечном количестве, и нам для этого не нужен ни Поклонская, ни Володин, ни Путин. Нам вообще они не нужны. Для этого нужен айфон. И в этом айфоне какой-нибудь один плагин, который будет называться «Дума». И все. И в нем будет бесконечное количество голосований, в которых ты можешь принимать участие, можешь не принимать участие. И потом у тебя будет какой-то агрегатор, который будет эти твои волеизъявления учитывать. Или не учитывать. Но так или иначе, на самом деле, все равно мы придем к прямому голосованию. Мы уйдем от представительной системы. Потому что она при нынешнем развитии технологии просто не нужна. Условно говоря, нам не нужна Дума. Мы все здесь Дума. Мы спросили у студентов-политологов, собственно говоря, вот как должна, как может быть устроена власть, и вот как это связано с народом. Власть должна принадлежать народу через представительный орган. То есть не вся страна должна собираться на площади и решать вопросы, так как это сейчас невозможно. Но через своих представителей, которых народ законно выбирает, большинство народа, то есть для этого необходима высокая явка, через своих представителей народ должен находиться у власти. Я вспомню Гоббса, который говорил, что государство в целом создается по договоренности. То есть люди передают власть государству, когда им необходима защита, они договариваются, вставляют общественный договор, и так создается собственно государство. Вот я считаю, что в целом государство, оно существует как раз за счет народа. Да, народ может стоять в власти, если политики не будут забывать, что они тоже часть народа. Политическая элита довольно изолирована от общества и не совсем понимает его интересы. Скорее, она производит интересы народа, производит интересы от имени народа. Поэтому, да, народ и власти возможны только в том смысле, что не нужно проводить четкое разделение между элитой и обществом. Должна быть четко налажена взаимосвязь через представительные органы. Конечно, демократия не идеальна, но ничего лучше мы не придумали. Да, разумеется, народ может быть у власти, но через какой-то представительный орган, через, как сказать, посредников, наверное. Для того, чтобы еще более четко понимать, что народ хочет, надо опираться, например, на различные социологические опросы, на различные мнения, на фокус-группы. Студенты-политологи, высшие школы экономики, вот такое у них представление, да, как выглядит народа власти, и вообще, как это должно быть устроено. Вы согласны, Олег? Ну, я бы хотел сказать несколько вещей. Во-первых, я думаю, что можно бесконечно спорить о том, нужна ли нам прямая демократия или представительная, но будущее за некоторые смешанные формы. Должны быть элементы прямой демократии, должны быть элементы демократии представительной. Во-вторых, я бы хотел сказать, что сама постановка вопроса, а как же нам передать власть народу, она неправильная. Вопрос не в том, чтобы осуществить какой-то вот такой жест или акт передачи народу, а вопрос в том, чтобы сами социальные группы начали бороться за свое право влиять на принятие решений, которые касаются всего общества и касаются государства. Для этого нужно, во-первых, нам всем бороться за то, чтобы эта борьба не заканчивалась репрессиями. Во-вторых, по поводу деклассирования, действительно, ведь нужно не только иметь власть, нужно иметь осознание собственных интересов. Когда либеральная интеллигенция в 90-х горячо поддерживала, имея в виду учителя, врачи, горячо поддерживала Ельцина и Гайдара, то есть напрямую противоречила своим, собственно, кромным интересам, да, вот эта ситуация очень странная. И пока разные социальные группы не осознают, не сформулируют свои интересы, то и никакой представительной демократии невозможно, потому что, чтобы кто-то кого-то представлял, тот, кого представляют, должны иметь некоторые знания о своих собственных коллективных интересах. Получается, невозможно договориться про социологический опрос, невозможно договориться про классы, почему не важно. Я еще раз вам предлагаю вспомнить о том, что по нему классов русских, евреев, женщин, мужчин, гомосексуалов, там, я не знаю. Есть понятие народа. Нет никого народа. Есть понятие айфона, который за протяжении 10 лет и фейсбука изменил мир. И что произойдет еще через 10 лет, мы вообще не можем представить. В этом контексте мы живем в последний, сейчас совершенно принципиально другом обществе, чем мы жили 10 лет назад. Это другая совершенно система коммуникации. Вот вообще другая. То есть, условно говоря, 10 лет назад мы жили так же, как 20. И 20 лет назад мы жили ровно так же, как 50. У нас была одинаковая система коммуникации. Телефон с кружочком и телеграф. Вот такая у нас была система коммуникации. А сейчас она совершенно другая. И люди, которые живут вот в нынешней системе коммуникации И в нынешней системе доставки информации и возможности доставить свою собственную информацию до некого единого центра, это совершенно другие условия, которые мы почему-то не учитываем. Здесь вообще неважны классы, представительные, непредставители. Это, еще раз повторяю, не важно. Важно, как общество или государство во множественном числе распорядятся в ближайшие несколько десятков лет, возможно, 10, 20, 30 лет, вот этими обстоятельствами. Мы пока не можем этого предсказывать. Понимаете? А то, что там люди... Я вот впервые слышу от Олега о том, что существует какое-то возрождение профсоюзного движения, а это значит, что его не происходит. Потому что это вы, значит, для себя придумали, что оно происходит, а оно не происходит. Вот потому что я много чего знаю, а этого я не знаю. И это значит, что на самом деле это абсолютная фикция. Это какой-то очень локальный процесс, который на самом деле можно вот так вот закрыть, просто кинув там 53 рубля. А 53 рубля приблизительно здесь найдется на 10 таких вот организаций в этой стране. Ничего на самом деле не происходит. Происходит довольно аморфное, очень сытое, довольно действительно озлобленное при этом на окружающий мир развитие общества здесь в России. Более того, которое абсолютно никак не зависит от поколений. Поколение, скажем, Олега ничем не отличается в плане взаимоотношения с космосом от моего поколения или от вашего поколения, или от поколения даже Марка Урна. Несмотря на то, что Марк Урна помнит еще Сталина. Но при этом отношение, например, в целом поколения, скажем, к украинскому конфликту, Крыму, к отсутствию медикаментов в стране, к можно доверять, нельзя доверять врачам и так далее, оно приблизительно одинаковое. То есть общество на самом деле не раздроблено. Общество не, так сказать, не раздроблено ни на классы, ни на возраста, ни на мужчин, ни на женщин. Вот так. И вот это важно понимать. То есть когда вы говорите о том, что вы употребили с самого начала, что вот народ, это действительно согласно с какой-то там девочкой с первого курса, что народ, это вот какие-то там 15 человек, которые вышли на Уолл-стрит. И потому что они должны завести большинство. И что, завели? Завели большинство? Безусловно, завели в том плане, что... Каким образом? Потому что американцы прошли и проголосовали за самый адовый Уолл-стрит в итоге. Да, это ошибка политических движений. Но то, что после Окупай Уолл-стрит, несмотря на малочисленность движения, тема социального неравенства и бедности вновь ворвалась в медиапространство и стал актуальной, это, безусловно, важный факт политической жизни Америки, который сыграл очень большую роль. В том числе, к сожалению, он сыграл и роль в голосовании за Трампа. Я хочу у вас еще что сказать в виде полемики, да, что я, конечно, не говорил, что все учителя или врачи там голосовали за Эльцина, я имел в виду, что среди них тоже были либеральные интеллигенты, которые выступали против своих интересов. И вообще, часто в России люди выступают политически против своих интересов. Ну почему же они против-то своих интересов? Вот вы утверждаете, что это против, а я говорю, что за свои интересы. Это были их интересы. Гайдар Егор Тимурович, это был их представитель. Первый раз, можно сказать, в жизни в этой стране у них была либеральная, из либеральной интеллигенции правительства. Потому что помимо идеологических предпочтений, да, они являются бюджетниками, и сокращение бюджетных трат, которые предполагают у него либеральные реформы, это что-то, что против их интересов. Потом я хотел сказать, что гаджеты, это очень важно. Действительно, они меняют и общество, и политику. Но субъектом политики все равно остаются люди, да, остаются социальные группы. Гаджеты создают некоторые возможности для того, чтобы их по-новому использовать. Но они не могут сами выступать вместо людей источником интересов, источником власти, да, источником борьбы. На самом деле, действительно, очень интересная вещь. Она работает на будущее. Я с Олегом соглашусь, изменят ли технологии, собственно говоря, политическое настроение, в том числе российских граждан. Мы будем думать про это дальше. А к программе о том, что такое народ и народовластие, мы вернемся после небольшой перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследуют из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лилинкова. Посмотреть и послушать обсуждения можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем говорить о том, кто такой народ в современной жизни. И в этой части программы попробуем найти определение с помощью художников, которые об этом думали, поскольку приняли участие в выставке «Народовласти». Ее куратор Елизавета Саволайнин в московской студии. А по скайпу с нами из Базеля историк Александр Резник. Вот, Лиза, я хочу вас спросить. Вот идея этой выставки, она связана с, собственно, юбилеем февральской революции, я так понимаю. Но все-таки трудно было представить, что современные художники вообще про это думают. Поскольку у нас это non-budget project, у нас совершенно не было бюджета, то мы обратились к тем, что те работы, которые уже есть. То есть если художник уже когда-то, там, 10-5 лет назад задумывался о проблеме демократии, народовласти, власти как таковой, какие-то политические эксперименты в искусстве, вот, оказалось то, что таких художников немало. И я вас перебью, потому что у нас есть возможность показать небольшой репортаж с выставки первой, да? И вот, чтобы было понятно, о чем мы, собственно говоря, дальше будем говорить. Я думала не про страну, потому что для меня народ – это я и моя семья. Ну, то есть как бы я из рабочей крестьянской семьи, как бы для меня не было вопроса, кто такой народ, потому что народ – это я. У меня была прабабушка, которая длилась в 907 году. Для меня вот случился, да, этот момент, когда вдруг 100 лет прошло, потому что там моя прабабушка долго-долго мне рассказывала, что было 100 лет назад. Эта выставка была способом осознать, ну, то есть как бы закончить цикл, вот, ну, как бы со мной случилось, что я закончила у себя внутри, да, этот цикл, да, что же произошло за эти 100 лет. Моя семья в этой революции проиграла. Несмотря на то, что революция выиграна, как бы, и моя семья, и все проиграли, потому что мы оказались в лагере, где все живут по понятиям, и каждый хочет только для себя. Моя работа называется «Тело революции», и основная ее идея – это то, что революция проросла из земли, из зерна непреодолимого желания чего-то еще, чего-то кроме работы и еды. Работа состоит из семейных артефактов. Одна фотография моей прабабушки, которая как раз сделана где-то в 20-х годах, может быть, чуть пораньше. В радио пою я песни из тетрадки моего дедушки. Сейчас, в сущности, наша власть – это люди из народа, согласитесь. То есть все равно это положительный момент. Народ наш так и не научился этим инструментом пользоваться по-настоящему. В советское время это был формальный совершенно подход к выборам. Ну, выборы были совершенно формальны. И люди к этому относились формально. Такой маленький праздник, как бы. А сейчас, мне кажется, все-таки люди немножечко стали задумываться, да. Ну, кто-то все-таки и на улице выходил. Розочка – это как бы всем известные вещи. Ну, как бы прототип, памятник. Есть известная скульптура Шадра, да, скульптора такого советского. Это мастер советского реализма. Там пролетариат поднимающий булыжник. Ну, это как бы лыжник – это орудие классовой борьбы. А розочка – это как бы еще интернациональный такой объект. То есть это как бы символ люмпенизации, утраты пролетариям, его, так сказать, гегемонии. Человек труда становится уже не героем мифа, как в советское время. Это было, кстати, на Западе тоже серьезные были позиции марксистов. А уже в такое вот, как бы, безликое орудие. По моему мнению, люмпенизация пролетариата произошла где-то в 90-е годы. В силу экономических особенностей этого периода, да. Это как бы такой памятник погибшему пролетарию, можно так сказать. Вот смотрите, как по-разному, да, все воспринимают и об этом думают, но думают. Причем это такое среднее, скажем так, поколение. Или для вас было что-то такое удивительное? Вы еще культуролог, да, вот в понимании и в трансформации. Потому что народ и художник – это такая история достаточно интересная и, в общем-то, такая непросто развивающаяся. Да, ну, во-первых, конечно, мы с суккуратором Александрой Орловой рассматриваем, что искусство – это рефлексия тех процессов, которые происходят в обществе. Вот, но также я, как такой конструктивист, так скажем, считаю, что все-таки момент того, как художники воображают себе этот мир и его транслируют, это, в общем-то, важно для социального воображения общества. Вот, и что было интересным, что мы специально сделали очень свободный формат. Тема народовласти, посвящение февралью, но мы включили в релиз Олпенкола большой фрагмент из Конституции. Мы – многонациональный российский народ, там, помни историю, учреждаем, там, права и свободы и принимаем закон Российской Федерации. То есть это еще был момент напомнить о том, что такое Конституция, что она есть и что, в общем-то, ну, может быть, некоторых людей толкнуть ее прочее. Мы специально избегали тем с Лениным. То есть с Лениным всего лишь одна работа. То есть вы, да, вы сакцентировались, я так понимаю, на теме народа, да, именно народа власти. Да. Да, это была главная история. Я хочу, да, я хочу вот Александра Резника спросить, он историк, да, вот есть такое понимание, что народ определяет историю. Это вот такая вещь сквозная. Это так или нет, как вам кажется? Может быть, что-то меняется со временем? Ну, вообще, эта идея стала популярной и, в конце концов, владела самими массами. В 19 веке и в первой половине 20 века случилась уже, скажем так, революция масс в широком смысле. Тогда стали говорить о восстании масс в консервативном ключе и так далее и тому подобное. Но действительно представление о современном государстве, как и о национальном государстве, родилось практически одновременно с появлением понятия «народ». И, собственно, условно говоря, западные традиции «нация» и «народ» — это синонимы, если вообще не одно и то же. Ну, отвечая на ваш вопрос, да, я думаю, именно в 20 веке массы действительно делали историю, но не как какие-то аморфные образования, но как совокупность определенных общественно-политических движений, то есть начиная с профсоюзов и заканчивая политическими партиями. Спасибо. А, Лиза, смотрите, у вас есть на самом деле некая рифма с Александром Брезником, потому что они в Арзамасе делали такую рубрику, когда можно было, значит, вписать себя в то, что касается февральской революции, но это вот такая постоянная вещь, то, что связано с революциями, и понять, кем бы ты был там, если бы ты в тот период находился там, и всякий раз оговаривается. Как вам кажется, вот ваши участники, они находятся все в своем контексте, в своем личном, может быть, контексте, да, или все-таки у них есть вот это общее понимание историчности, условно говоря, вот действительно, как это очень долго транслировали, что народ действительно является таким двигателем? Вот, ну, в основном, конечно, поскольку это арт-сообщество, то люди живут лакунарно, и в этом вот арт-сообществе. Вот, хотя понятно, что сейчас такая ситуация, что вот показали Лену Дроздову, она говорит, понимаешь, я вот делаю акцию, митинг для уточек, я стою с пикетом и подкармливаю уточек, и как бы для них, вот это уже политическая акция или еще нет, меня за это могут арестовать или еще нет. То есть тогда, когда границы политического сжимаются настолько, что уже художники, да, которые, в принципе, достаточно нейтральны, начинают чувствовать эту несвободу, они начинают политизироваться, и они начинают задавать себе вопросы не только про прошлое, да, но также и про настоящее в политическом плане. Получается, что вот этой представленности ни в, там, социальном плане, ни в художественном плане, ее, в общем-то, нет. И мы на выставке увидели такое разбитое зеркало, да, потому что как раз один из профсоюзных деятелей нам предоставил плакаты, документальные плакаты 91-го года, и там как раз есть тезисы про культуру, демократию, независимые профсоюзы. И мы понимаем, что до сих пор эти тезисы остаются только на этих плакатах. До сих пор это не было реализовано, и, в общем-то, оно ждет либо реализации в дальнейшем, либо, может быть, оно не будет реализовано в России никогда. Спасибо, Лиза. Александру вопрос. А действительно, вот что такого очень важного, принципиально важного изменилось, и если мы говорим о народовласти, о каких-то вещах, связанных с демократией, может быть, с 20-х годов, потому что я знаю, что вы занимались левым движением, и есть какие-то вещи, которые, опять-таки, вот в проекте Арзамаса вы оговаривали, да, что это работает на тот период, но не работает на сейчас. Как это можно взвесить? Как вы это понимаете как историк? Ну, безусловно, мы сделали такую оговорку, пойдя наперекор, скажем так, пожеланиям очень многих юзеров, потому что они хотят понять, кем они были вообще в 17-м году. Но это невозможно, потому что в революционные годы динамика политической жизни, она меняется, то есть это очень интенсивное время, и, конечно же, вообще за четверть века существования Советского Союза идеи, основные идеи, на которых это государство родилось, претерпело кардинальные изменения. Спасибо. Ну, действительно, поменялось очень все серьезно, и мы попросили рассказать Альва Гуткова, он директор аналитического центра Юрия Левады, социолог, собственно говоря, вот как трансформировалось с тех пор понятие народа, да, и оно не только понятийно трансформировалось, оно реально вот по-другому теперь строится в пропорции соотношения классов. Под народом мы подразумеваем воображаемые сообщества, объединенные верой в единство происхождения. В российской социологии крайне трудно определить социальную структуру общества. Это наследие тоталитарного государства, которое не позволяет выделиться различным группам. В советское время существовала такая идеологическая трехчленка. Рабочий класс, крестьянство и прослойка интеллигенции. Фиктивные вещи. Есть заказ на формирование среднего класса, потому что с приходом Путина, и еще в большей степени Медведева, была попытка обоснования стабильности режима через благоденствие среднего класса. Мы постоянно оперируем такими категориями, выделяя предпринимателей, специалистов, служащих, комфицированных рабочих, безработных и так далее. Предпринимателей — это примерно 3-4 процента. Специалистов — там примерно около 20 процентов. Это мерократия, но только вне зависимости от того, какой области. Это может быть и крупные частные какие-то фермы, и государственные предприятия и прочее. За 25 лет мы имеем, конечно, дело с очень сильным сокращением рабочих. Примерно рабочих, боюсь соврать точно, порядок примерно такой с 32 до 19 процентов сегодня. Примерно равные будут позиции специалистов или служащих, если их брать, рабочих, безработных, пенсионеров. Самая большая категория будет пенсионеров, пожалуй. Не образуется вот эта кристаллизация групп, которые могли бы говорить о четкой социальной структуре. Мы в этом смысле в таком текучем состоянии, крайне расплывчатом. Ну, вот такое мнение Лев Гудков. Я хочу вернуться к Александру и спросить. Вот смотрите, получается, что такая однородная вполне достаточно, ну, извините, масса народа. А как вам кажется, качество социальной несправедливости поменялось каким-то образом, я не знаю, пускай с 20-х годов. Я вот продолжаю говорить про тот период, который вы хорошо знаете. Социальная несправедливость? Ну, в начале 30-х годов уже с окончанием первой пятилетки власти заговорили о построении социализма в основном, потом уже, значит, социализма в целом, потом принялись строить коммунизм. То есть в риторике подразумевалось, что установилось царство социальной справедливости, но, конечно же, это было весьма далеко от реальности. Другое дело, что природа современной ностальгии по, в первую очередь, позднему Советскому Союзу коренится в том, что, как это ни парадоксально, но у работников, я не говорю даже только о промышленных рабочих, но у самых разнообразных работников в определенном смысле было больше прав, больше социальных прав. В действительности, даже через профсоюзы можно было выторговать себе какие-то блага. И в этом смысле, ну, Елизавета справедливо заметила, что это, конечно же, были не настоящие профсоюзы, но, тем не менее, это была организация, с помощью которой рабочие могли торговаться с властью. И, конечно же, уровень неравенства был в десятки раз меньше, чем в нынешнее время. В этом коренится природа ностальгии по Советскому Союзу не по сильной власти, в такой степени, как по социальной справедливости, на мой взгляд. Но при этом, конечно же, уже в позднем Советском Союзе очень слабо обозначала себя классовая идентичность как такова, несмотря на вот эту вот показную классовость государства советского, что его основой является рабочий класс, в действительности классовое самосознание в советском обществе было задавлено в том числе и репрессивными мерами еще в 30-е годы. И вот всплеск независимого рабочего и профсоюзного движения, который случился в начале 90-х, и который отчасти и привел к власти Ельцина, который вскоре после этого стал ответственным за одну из самых ужасных для пролетариата экономических политик. Вот там мы можем увидеть вот этот вот всплеск классового самосознания, требования справедливости и так далее и тому подобное. Но уже идеология, конечно же, этого движения была не настолько радикальной, не настолько левой, как в 17-м году. Спасибо. Ну вот, Лиза, к вам вопрос. Как ни странно, может быть, мне это показалось, художники, будучи людьми среднего возраста в основном, там были разные, но в общем то, что мы видели. Они используют какие-то символы вот времени того прошлого, то есть советского какого-то, вот чуть-чуть постсовета, то есть вот это связано с темой исторической или в принципе в эстетике, в современной, когда речь заходит о вещах вот политических или связанных с каким-то внутренним осознанием там идентичности, вот возникает именно тот багаж, ничего нового, современного не предъявляется или все-таки предъявляется? Ну, сильно советского у нас не было, вот, наверное, за исключением Тушенки-Ленин, но это скорее про гибридизацию практик православия коммунизма, поклонения мертвому телу и мощам святых. То есть это такой юмористический, скорее, проект в жанре поп-арт. Вот, а просто все ведь мысли-то очень по-разному. И у нас получилось такое разбитое зеркало постмодерна. То есть, действительно, когда после 100 лет каких-то трансформаций там и ГУЛАГа, и разговоров о равенстве и социализме, равенстве в нищете или равноправии, да, то есть, в принципе, ведь остаются эти темы, да, вообще вот это дискурсивное поле, на мой взгляд, недостаточно проработанным как научно, так и в чисто такой культурной практике. Вот, и поэтому каждый руководствуется своими представлениями, и эти представления бывают очень противоречивыми. То, что я вижу в арт-сообществе вообще часто по теме политики, что всплывает красный цвет, какие-то советские образы, действительно, это так, но это не в контексте нашей выставки, а скорее там выставок на вензаводе или... То есть, это некоторая тоже ностальгическая форма перепевки какого-то прошлого, потому что, ну, с фантазией как-то все оказывается слишком сложно. Еще один сюжет с выставки и посмотреть, какие работы и что художники думают. Народ — это, конечно, обобщенная история. То есть, с одной стороны, народ — это все мы с вами, да? А с другой стороны, ну, как бы, когда речь идет о тебе, обо мне, то мы, конечно, относимся к остальным, как к народу. Ну, и тут же есть деление там, различная интеллигенция, там, ну, в общем, деление внутри этого самого народа. Ну, я считаю, что народ — это все общество. Моя работа называется «Типы матриц». Я, на самом деле, сделал уже 24 вот таких матрицы. Это такие, может быть, пособия. Какая-то модель, глядя на которую, ты легче понимаешь вот какое-либо устройство. Эта работа состоит из заготовок матрешек, но я их не расшифровываю. Народ — это люди, которые выходят на площадь, чтобы изменить как-то политическую ситуацию, да? Изменить мир. Эти люди есть народ. Политическая культура народа — всегда загадка, всегда есть какой-то потенциал, который мы просто не знаем, который непредвиденный, который мы не можем предвидеть, но мы можем попробовать, испытать, как бы. Я думаю, что искусство могло бы заниматься этим испытанием, как бы, каких-то новых, новых, как бы, способов взаимодействия, принятия решений и вообще, типа, в жизни сообща, там, как-то так. Это не была баррикада. Я говорю, что это предметы интерьера, организованные в пространстве. Я говорю, что это перформанс вещей, например. Ну, как вам сказать? Как это такой-то эскиз, да. Эскиз политического воображения как-то простимулировали. К тому же, если все-таки обращаться к вопросам искусства и его участия в политической жизни, то, ну, в какой-то мере это было созданием такого взаимодействия, о котором я говорил, да? Ну, вот, Лиза, к вам вопрос. То, что касается искусства, вот, массового искусства, которого сейчас много, но оно очень локальное, оно по каким-то сегментам так вот разбито. Как вам кажется, вот, может быть, действительно, искусство перестает быть таким вот народным, массовым вообще, да, и становится сегментированным, и тогда, может быть, все равно это массовое, но только узкое искусство. Вот про это. Вот, ну, что такое массовое? То есть, если масса, то есть какая-то, да, оппозиция к ней, наверное, элитарное искусство. Да. Ну, это что-то, ну, мне кажется, что это не очень описательно. Вот, потому что вот, кто массовое искусство, допустим, в музыке, Филипп Киркоров, или, там, Голубой Огонек, там, Первый Канал, ну, это вообще, как бы, не имеет отношения ни к искусству, это идеологемы, которые являются ширмами современной, ну, авторитарной, там, гибридной модели, которая у нас выстроилась за 17 лет. А те люди, которые делают искусство сегодня, они тоже, они все очень разные, и поэтому здесь нельзя говорить о массе или какой-то элите, потому что, ну, элита, да, кто у нас сегодня элита? Это вот те, которые там ездят на дорогих машинах и увозят деньги в виолончелях. Ну, их элиты, наверное, сложно назвать. Это какие-то, ну, случайные люди, там, в прошлом из народа, а сегодня вот они сидят возле, там, госкормушки. Это не элита. Элита — это мыслящая интеллигенция, но я вижу, как мыслящая интеллигенция успевает все передраться между собой за дефиниции, за некоторое социальное влияние и поливать друг друга грязью в огромных количествах. К Александру вопрос почти такой же. Можем мы говорить о каких-то вот общих массовых устремлениях, если отвлечь от социологических опросов, да, вот какую-то главную такую цель народную, да, определить, может быть, на нынешнем этапе? Это последний вопрос. Ну, тут, наверное, конечно, надо быть специалистом в области политических наук и социальных, но мне остается, наверное, выразить только какие-то общие наблюдения, не более того, не претендуя здесь на экспертное мнение. Я скажу так, никакого народа, безусловно, не существует. И, в принципе, его существование, в принципе, и не является необходимостью. Я бы сказал, что гораздо важнее это объединение граждан в разнообразные социальные группы, которые по-разному, по-своему, четко, ясно артикулируют свои интересы, свои социальные интересы, свои классовые, профессиональные интересы. Через это они формируются как социальные группы, через это формируется действительность общества. Спасибо, да, Александр Резник из Базеля. Вот такой взгляд. Я хочу сказать, что, наверное, это очень сложная история, связанная с появлением социальных слоев, которые мы сегодня так и не нашли. Мы говорили о том, что такое в современном понимании народ, какая власть ему нужна. Это была программа, рожденная после СССР. Обсуждение можно посмотреть на сайте Радио Свобода, также на телеканале Настоящее время. И вела программу Тамара Леленкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова